От отремонтированных коридоров до новых парт. В четвертой школе к новому учебному году готовы. Об этом с уверенностью заявляет директор учреждения Елена Тимофеева. Подведомственный ей объект для комиссии по приемке учебных заведений города стал первым в маршрутном листе. В среднеобразовательной осталось лишь заменить поврежденное стекло в крыше зимнего сада. У нас были предписания по ремонту учебных кабинетов, которые сделаны полностью и выполнены в полном объеме. Предписания по ремонту коридоров. Это первый полностью этаж и третий этаж. Тоже ремонтные работы сделаны. Кроме этого мы закупили в полном объеме. 1 сентября ребята могут сесть за партой с наклонной поверхностью. Тоже по предписанию мы это предписание устранили. Все исправленные предписания – это результат плановых проверок Роспотреб и Госпошнадзора. Приемка прошла во всех десяти образовательных учреждениях Покачей. Готовность принять воспитанников подтверждали как в школах, так и на объектах дополнительного образования и в детских садах. В Югорке этим летом занимались обновлением инвентаря на детских площадках. Краска была очень качественная в прошлом году, поэтому мы не подкрашивали. Те, которые на игровых площадках оборудования частично подкрашены, частично мы просто меняем. Уже покрашенные элементы. Но мы будем продолжать менять подкрашенные элементы, потому что за шесть лет уже та фанера, которая бывает, она просто приходит в него. В составе комиссии по приемке образовательных учреждений представители различных ведомств. Полиция проверяет состояние и работоспособность систем видеонаблюдения представителей здравоохранения соблюдения санитарных норм. На сегодняшний день у нас уже Пожнадзор. Было предварительное осмотр учреждений социальной сферы. И хочу сказать, что все акты инспекции Пожнадзора подписаны. Это тоже радует. Можно сказать, что мы отнеслись со всей ответственностью к подготовке к новому учебному году. По итогам проверки все образовательные учреждения были приняты комиссией и готовы к началу учебного года. Ксения Юланская, Дмитрий Огородников. Специально для новостей.